привет это видео о том как поменять струны на гитаре в данном случае у меня есть электрогитара фендер мы будем менять на ней струны для начала снимем старые для того чтобы быстрее снимались нужно чуть-чуть дать на себя тянуть потом когда струна уже расслаблено и раскручиваем колка дальнейшем можно сохранить если денег на новое не будет можно поставить старое но для этого нужно чтобы конец струны был ровным так как на моей детали чтобы поменять струну нужно ее вставить с обратной стороны если струна кривая то она будет плохо пролазить и будет очень трудно и старую струну поставить поэтому лучше скручивать такие кружочки в конце тогда она остается ровной а не обрезать его самого основания ну если конечно нет денег на новой струны вообще желательно если даже одна струна порвалась желательно все струны заменить так как новая страна уже будет отличаться от старых по звуку и вообще каким образом снимаем отверстия здесь еще у меня есть такие вот порожки держатели в них тоже нужно поднять струну но не на всех гитарах они как бы есть также при выборе новых струн нужно учитывать толщину разная толщина струн применяется в разных стилях музыки ну 46 это что-то среднее играть нужно 46 имеется ввиду толщина 6 струны самой толстой но в струнах у меня здесь 46 если взять там 54 или 52 допустим толщину струны это можно уже играть в пониженном строе дроби металл более тяжелый стиле также я вам не советую брать дешевые струны дешевые струны звучат как гвозди лучше чтобы струны были ну хотя бы где-то посредине по цене желательно американские чтобы были сделаны в америке не китайский китайский низкого качества и неплохо звучат как гвозди звенята сочности звука нет но и вот вот в чуть раскрутили дальше можно уже руками размотать бывает вот как у меня сейчас труна застряла и она не выходит она сильно была как бы натянутой она застряла на чем-то вот с этой стороны чем-то ее протолкнуть чтобы она пошла также но струна имеет на конце вот такую бабушку соответственно этой бабушкой сюда на брить голову же идет на колок я думаю это каждый подверг еще можно как бы когда вы сняли струны но и желательно взять протереть гитару так как она освобождена легко доступны все места вот эти вот которые того больше загрязняются я использую струны дадарио американского производства никелированные на электрогитару серебряных струн не бывает заблуждение так как здесь стоят электромагниты а серебро не магнитится тут тоже у нас как бы обычно идет каждая струна в пакетике и подписано 6 5 но в данном случае они все идут скопом вместе не подписано нужно смотреть по толщине ставить от самой толстой к тонкой всего 6 струн вот и продеваем в это отверстие сюда она у нас вышла главное что вышла отсюда значит сделано все правильно берем струну и чуть-чуть ее придерживаем чтобы она была уже в своем положении продеваем вот в колке есть отверстие как есть отверстие в это отверстие мы продеваем струну чуть-чуть ее придерживаем продеваем и оставляем оставляем натяжение так чтобы мы могли сделать обороты и знак накинуть на колок таким образом есть я завернул наверх как бы накрутил ее теперь придерживаем начинаем натягивать вот эту как бы в перехрест в нахлёст пускаем нахлёст чтобы чем больше они переплетаются между собой тем лучше это будет держать наш строй и струна не будет раскручиваться ну первая стоит шестая шестая стоит если мы возьмем если мы возьмем акустическую гитару здесь так же так же самое есть отверстие в колке в него продеваем и начинаем накручивать можно для удобства сразу их все продеть поочередно продеваем пятую далее берем четвертый лучше всего толщину смотреть по хвостику там лучше всего видно там где этот кружок этот бабушка это лучше всего смотреть там толщина и вот где так как немного так так и так ну По хвостику четко видно, то что фиолетовое, это толще, и она вторая. Так же еще такая фишка. Вот проделим, получается, в отверстие. Если мы накинем струну по часовой, то натягивать мы будем ее против часовой. А если накинем против часовой, то и натягивать будем струну на себя по часовой. То есть в обратном направлении я делаю, накидываю по часовой все, и тогда у меня получается против часовой все струны натягиваются. Ну мне так удобнее, как бы от себя крутить. Не на себя натягивать, а от себя натягивать, на себя отпускать. Мне так более понятно и удобнее. Так же старайтесь с самого начала не наматывать. То есть наматывать, вот, натянули вот примерно, и здесь и наматываем. Это рассчитано на разную длину гитары. И тоже, ну, сильно не натягивать вначале. Понаживлял, понаживлял. И дальше. Это уже при настройке, чтобы не перетянуть, не порвать. Сразу заводим эти фиксаторы, иначе потом, когда она тянется, можно будет уже не завести. Придерживаем вот здесь, чтобы села, побычка хорошо в виду. Иначе потом может или что-то не так пойти. Придерживаем вот здесь. Придерживаем вот здесь. Ну, и последняя, первая. Как обычно, больше всего проблем с третьей струной. она всегда почему-то расстраивается и на всех инструментах я заметил может это конструкция гитары так влияет на это 3 струна всегда шалит ну вот собственно все струны закрепили сейчас сразу здесь сделаем такие кольца чтобы они не мешали нам настраивать гитару чтобы не кончики струн друг об друга не цепляет воина вверх смотрел а 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 Если хотите, чтобы струны прослужили дольше, возьмите струны более толстые. Но тогда при стандартном строе может отдавать более металлическим призвукам, и будет тяжелее зажимать. Но струны прослужат дольше, которые потолще. Можно повкусывать, но тогда их вторично будет использовать, намного сложнее. Но опять же, настраивать можно разными способами. В следующем ролике я поговорю о том, как настроить гитару. Но лучше шестую, первую, пятую, вторую, по диагонали их настраивать. И со временем, если струны новые, и только были настроены они, через пару часов они опять сядут. То есть нужно будет на протяжении недели постоянно подстраивать на протяжении пару дней хотя бы. Так как струна будет тянуться, и будет по чуть-чуть расстраиваться. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях свои вопросы. Отвечу всем. Пока.